Здравствуйте! Пришло время русского мира. Какими событиями запомнилась эта неделя, расскажу я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, корреспонденты программы в этом выпуске. Голоса Суздали. Фестиваль духовной музыки объединил церковные хоры из России и Сербии. Культура 2.0. На Международном детском форуме обсудили нанотехнологии в сфере культуры. Военный госпиталь, узел связи, кузнечное дело. Парк Победы приглашает окунуться в атмосферу 40-х годов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В старинном городе Суздали на Международном фестивале духовной музыки собрались лучшие церковные голоса России и Сербии. Выступления проходят в интерьерах Владимира Суздальского музея-заповедника и в действующих храмах. На месте побывала моя коллега Анастасия Галдебина. Почти на протяжении тысячелетия Суздаль остается одним из духовных центров страны. И прикоснуться к его метафизической глубине можно через музыку, звучавшую веками. Именно поэтому Владимира Суздальского музея-заповедника запустил уникальный проект – Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». У его гостей есть возможность не только окунуться в церковное пение, но и принять участие в богослужениях. Суздаль является духовным центром Владимирской области, может быть, даже всей нашей страны. Конечно, он будет объединять всех православных. Я очень надеюсь, что этот международный статус, его подчеркнут наши гости, друзья из Сербии, которые приедут на наш первый фестиваль в этом году. Фестиваль «Голоса Суздаля» реализуется при поддержке Владимирской епархии и Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения. Открыл фестиваль «Спаса» в Преображенском соборе обители мужской хор «Спаса Ефимьево монастыря», после чего гости услышали широкую музыкальную палитру славянского мира. Из Сербии приехал белоградский хор королевы Марии. Луганская народная республика представила архиерейский хор Свято-Николаевского собора, а Ростов-на-Дону – женский хор регенско-певческого отделения Донской духовной семинарии. Столетиями в монастырях и храмах Суздаля звучит духовная музыка, воплощающая собой древнюю музыкально-поэтическую культуру. И кто знает, может совсем скоро «Жемчужина Золотого кольца» станет духовным центром, объединяющим православных людей всего мира. Анастасия Галдабина, Равит Гор, специально для программы «Время русского мира». Накануне в пространстве Новой Третьяковки в рамках Второго международного детского культурного форума состоялась дискуссия открытого лектория «Культура 2.0». Эксперты двух столиц обсудили, как современные технологии помогают решать творческие задачи в сфере культуры и искусства. Подробнее в материале Евгении Фухурдиновой. Виртуальная реальность, искусственный интеллект, необычные проекции. Современным технологическим решением был посвящен открытый лекторий «Культура 2.0». Это дискуссионный проект Российского фонда культуры. На площадке Второго международного детского форума его организаторам удалось собрать талантливых школьников со всей России, чтобы наглядно показать, как при помощи современных технологий попасть в прямое взаимодействие с предметами искусства. Наш проект «Открытый лекторий «Культура 2.0»» Он про технологии в самом широком смысле слова, в том числе про социокультурные технологии. На нашей дискуссии, на нашем мероприятии мы собрали экспертов из разных сфер культуры, чтобы показать ребятам о том, как технологии могут помочь им в профессиональном плане развиваться, находить новые, свежие идеи. Зачем и как связывать виртуальное и физическое искусство? Какие новые профессии появляются в сфере культуры? Мария Лопухина раскрыла практические аспекты использования современных технологий, объяснила, из чего состоит успешный диджитал-продукт и представила новый проект приложения «Внутри особняка». Это проект компании главы ПДК при МИД России. Это потрясающая компания, которая сохраняет наше культурное наследие. Во-первых, они заботятся об огромном количестве особняков, которые действительно заслуживают и внимания, и изучения, и очень больших усилий по реставрации, сохранению, по реновации. Один из таких особняков, наверное, он ключевой, у него особенная роль в нашей стране, это особняк Зинаиды Морозовой. Сейчас дом приемов МИД России. Очень важное здание, через него, через призму этой красоты нас воспринимают другие народы и гости, которые к нам приезжают и из других стран. Продюсер Владислав Пастернак рассказал, как технологии помогают создавать магию кино и чем спецэффекты отличаются от визуальных эффектов. А композитор и звукорежиссер Илья Кучеглазов объяснил, какими навыками должен обладать современный музыкант и как создать свой первый авторский тренд. В общем, вариантов очень много. И теперь я предлагаю нашему молодому человеку взаимодействовать. Здесь есть эмбиан-пады, потому что я занимаюсь эмбиан-музыками. Есть вот такие вот звуки. А есть немножко пергуси. Звуки железные, сэмментальные. Похоже, что звуки, какие-то звуки сзаблодные. Есть крикка. Более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья собрались в Новой Третьяковке, чтобы познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы министру культуры Ольге Любимовой и рассказать о своей малой родине. Привет, Виктор Маши! Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Каждые выходные вплоть до 8 октября у москвичей и гостей столицы есть возможность бесплатно посетить интерактивные мероприятия главного патриотического парка страны. Что приготовил мемориальный комплекс на Поклонной горе в минувшую субботу, расскажет Альбека Ильясова. Более 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 40-х годов, каждые выходные ждут гостей на территории Парка Победы под открытым небом. На концертной площадке можно посетить мастер-классы по ретро-танцам, а в десятках локаций от реконструкторов ДСААФ и силовых ведомств – турниры, игры и выставки. Музей Победы приглашает пройти квест по многочисленным площадкам, получив стилизованные красноармейские книжки. В них организаторы ставят отметки за выполнение заданий, после чего самым активным вручают призы и угощают солдатской кашей. Здесь сейчас на территории Парка Победы у нас проходит военно-патриотическое мероприятие для детей в виде курса молодого бойца, где дети могут пройти, научиться сборке-разборке автоматов, допустим, штыковой бой, расскажут о полевой медицине, ориентировании на местности, совершенно различные мероприятия, которые касаются данной темы. Конкретно на моей площадке можно обучиться приемам штыкового боя периода Великой Отечественной войны. В рамках программы семейного отдыха Парк Победы «Главный патриотический» площадка «Фронтовая агитбригада» в эти выходные впервые представила концертную программу «Летняя романсиада». Перед гостями с песнями и фронтовой поэзией выступили участники фестиваля «Московская студенческая весна». Раскатывалось эхо над полями, в бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова. И Родину, и Маму, и Москву. Всех желающих организаторы приглашают посетить и бесплатную автобусную экскурсию по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Расписание и маршрут можно изучить на странице проекта «Парк Победы. Главный патриотический». Альбика Ильясова, Андрей Челышев. Специально для программы «Время русского мира». Финалисты Всероссийского музыкального проекта «Звук Евразии» подарили самобытное исполнение всем гостям парка культуры и отдыха «Музеон». На концерте побывала и наша съемочная группа. В Москве на открытой площадке в парке «Музеон» прошел концерт финалистов Всероссийского музыкального проекта «Звук Евразии». Каждая из них – это феерия национальных культур и прекрасного звучания. Ведь этих талантливых артистов объединяет идея сохранения этнической музыки народов России. Фольклор – это самое современное и самое крутое, что может быть, потому что это музыка, это культура, которая выдержала испытания веками. И мы хотим сделать фольклор популярным. Мы хотим, чтобы он был популярен прежде всего у молодежи, чтобы она танцевала, жила, грустила с нашим фольклором. Но для этого фольклор тоже должен измениться. Кроме финалистов, перед зрителями выступили наставники и участники проекта прошлого года «Этнолайф. Звук Евразии». Среди них – этнический музыкант, певец, композитор и поэт Руслан Ивакин. Его концерты – это яркое шоу, в котором сплетены музыкальные традиции разных народов и современная музыка. Многие называют его выступление «медитацией», после которой люди чувствуют особый душевный подъем. Сам музыкант считает, что его миссия – возрождать и популяризировать культуру малых народов, напоминать людям об их корнях и объединять их. Хара-хара-хара работы, хара-работы всех народов, Вы сердце древа ранового. Народные мелодии в современной интерпретации представила фолк-группа «Узорица» и Марат Татурас из Башкортостана. Зрители насладились уникальными инструментальными композициями и необычным захватывающим вокалом. Финалистами проекта «Звук Евразии» стал и ансамбль горлового пения «Алтайкай». Его солисты являются рекордсменами Книги рекордов Гиннесса за самое длительное исполнение горлового пения. Они объединили традиции и эпос «Кайчи» прошлого с современной музыкой, объехали с гастролями полмира, но продолжают жить в родном Улаганском районе, занимаясь тем же, чем их деды и прадеды. Алтайкай ансамбль существует в 1997 году. Мы представляем свою родину, республика Алтай, поем горловым пением. Горловое пение – это такое пение, которое основано на трех стилях. Есть верхний стиль, средний стиль и самый низкий стиль. По именам называется верхний стиль «Сугот», средний стиль «Гюмей», низкий стиль называется «Хархра». Сегодня мы показали горловое пение в современный лад. Показали оригинал, как оно звучит, и показали в современном интерпретации. В перерывах между композициями Маргарита Лянге вместе с фольклористом Андреем Котовым рассказывала интересные факты о народах, представители которых выходили на сцену. Напомним, на конкурс «Звук Евразии» принимались песни собственного сочинения или кавер-версии, опирающиеся на народные мелодии, исполненные на русском или национальном языке в жанре современная этника. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места событий. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok